МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. 20 лет без отопления. Дома в поселке Кирзавод еще в 90-е были отключены от отопления. С тех пор жители своими силами отапливают свое жилье. Более 800 человек признаны потерпевшими в деле так называемой финансовой пирамиды, которую по материалам следствия создала Елена Колесникова. В суде начались слушания по уголовному делу. В нынешнем году в Караганде будет благоустроена территория перед торгово-развлекательным центром Сетимол. Проект представил известный израильский ландшафтный дизайнер. Проблема, которую не могут решить уже 20 лет. Дома жителей малого поселка Кирзавод в Карагандинской области еще в 90-е годы были отключены от отопления. С тех пор они своими силами отапливают свое жилище. При этом ждут и каждый год. Просят подключить их дома к центральной системе теплоснабжения или снизить тариф на электричество. Если они говорят, что нам нерентабельно тянут отопление, смотрите, какая пустырь. Какой пустырь. Пусть строят дома и предприятие тут тоже есть. В городе, говорю, смотришь, люди форточки открывают. А мы тут как отщепенцы какие-то. Нас забросили, закинули. Сами порядок наводим, сами все делаем. ЖКХ нету, ничего нету. Все на произвол судьбы бросили нас тут как этих. И мы вот так вот живем. Вот почему у меня печка дома. Я экономлю в чем? Экономлю, думаю, выгоду и в угле. В угле я тоже попадаю. Попадаю по грязи, попадаю во всем. Терпению жителей района Кирзавод позавидует каждый. 20 лет назад закрылась котельная. И с тех пор в ожидании реакции от градоначальников они обогревают свои квартиры как могут. Власти людям не отказывают в помощи, так как обязаны решить проблему. Но, как говорят жители района, то ссылаются на нехватку мощностей, то просят подождать, когда построят новые тепломагистрали. Мы побывали в гостях у многих жильцов этого района. Беда у всех одна. Устанавливать печку здесь не разрешают. Так же, как и запрещают пользоваться газовыми баллонами. Некоторые, хоть и боятся в один день взорваться, все-таки построили в своих квартирах печи, отапливаемые твердым топливом. Ну а те, кто обогревается электрическими тентами, ежемесячно платят по 40-60 тысяч тенге. Когда отключили отопление, я соорудил печку и грелся ею. Соседи стали возмущаться, и мне пришлось перейти на обогрев с помощью электрических тентов. Мне приходится ежемесячно оплачивать за коммунальные услуги частично. Не хватает моего дохода, чтобы семью прокормить, одеть и рассчитаться с долгами за комуслуги. Если не оплачу, сразу приедут с угрозой об отключении электричества. Думал продать квартиру, но покупать ее никто не хочет. Общественник Олег Горницкий пытался получить технические условия на свою пятиэтажку. Обратился в центр по недвижимости, чтобы изменить технический паспорт здания. Тут житель выяснил, что в государственной базе данных его пятиэтажка значится как подключенная к центральному газо- и теплоснабжению. Побегов по кабинетам понял, что изменить документ не получится и опустил руки. К тому же в его доме нет КСК, а значит получить техусловие на увеличение можности не получится. И была разработана программа развития малых поселков города Караганды. Вот как раз эта программа касается нашего поселка Кирзовой 3-4. Одним из пунктов этой программы двумя этапами должно было быть здесь восстановлено отопление. Причем центральное отопление. Эту программу разработали депутаты, утвердили. А кем город утвердил, реализации до сих пор нет. Как стало нам известно, ни услугодатель, ни глава антимонопольного ведомства на снижение тарифа не пойдут, и центральное отопление здесь будет не скоро. Магистральная труба уже в город придет к 2020 году. После чего уже будет рассматриваться вопрос подключения и тех домов, которые на сегодняшний день без централизованного отопления. Это улицы Вагонная, Бобруйская и Кирзовод-34. Несмотря ни на что, жители малых поселков надеются, что власти найдут деньги на строительство новых теплосетей, чтобы подключить их к ТЭЦ-3. Айнур Нурмангалиева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 800 человек признаны потерпевшими в деле так называемой финансовой пирамиды. В суде начались первые слушания. На скамье подсудимых директор компании «Оптовка» Елена Колесникова. Первый суд прошел в открытом режиме. По данным следствия, более 800 человек стали жертвами финансовой пирамиды. Но, как выяснилось, истинные цифры намного больше. 5500 вкладчиков отдали свои деньги общей суммой 3 миллиарда тенге. Директор компании «Оптовка» вернул только 1 миллиард тенге. Елена Колесникова уже 8 месяцев находится в следственном изоляторе. Если вина будет доказана, ей грозит до 7 лет лишения свободы. Судебные заседания только начались и нет уверенности в том, что суд пройдет быстро. Потому что уголовное дело состоит из 130 томов. Колесникова, используя общепринятые принципы вложения денежных средств, создала макет договора о совместной деятельности, в котором целенаправленно не указывала размер выплаченных дивидендов, дабы таким образом обойти нормы действующего закона о банках и банковской деятельности в Республике Казахстана. Аким Карагандинской области, Ерлан Кушанов, провел первую выездную встречу с членами общественного совета и депутатами городского маслехата. В ходе встречи были обсуждены проблемы автомобильных дорог, дворовые территории и многое другое. Фариза Улбаева с подробностями. Мы стараемся много не говорить, но решать нам. Ну, я думаю, по такому принципу. Первой темой обсуждения стала наболевшая проблема карагандинцев автомобильные дороги. Глава региона отметил неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Ерлан Кушанов обратился с предложением к общественному совету взять на контроль вопросы, связанные со строительством и ремонтом автодорог. Первое, что бросил в глаза, это неудовлетворительное состояние дорог, особенно на окраине. На сегодня мы нашли деньги с областного бюджета, частично с городского, и начали эту работу. И номер один на сегодня задача встает, это качество этих работ, качество дорог. В прошлом году делали, и в этом году, в этой же передактиматом области, перезировали. И в этом году такого не было. Первый вопрос, к которому я хотел бы обратиться, это организовать общественную конкурс. Общественность со своей стороны предложила построить личную карагандинскую лабораторию по проверке асфальта, так как все образцы на проверку отправляются в Алматы. Не остались в стороне и темы дворовых территорий. В этом году планируется благоустроить дворы 10 домов, когда таких территорий в городе всего 386. В свою очередь, глава области предложил вместо 10 навороченных обустроить 100 обычных. С учетом того, что действительно количество дворов на 386 дворов, которые не попали в эту программу, сегодня акимами районов подготовлены соответствующие заявки и уже бюджетные программы. И если сегодня вы согласитесь, то мы с следующего года программой будем по 100 дворов по городу ежегодно включать в бюджетную часть, в ростовную часть бюджета и будем выполнять эту работу. Также в ходе обсуждения был поднят вопрос градостроительства. Стало известно, что на юго-востоке Караганды будут возводить два крупных объекта. Один из них – дворец детей и юношества. Его построят на пересечении улиц Приканально и Букетово. По плану в новом здании будет единственный в Караганде 50-метровый бассейн. Там же по просьбе членов общественного совета оборудуют и спортзалы с высокими потолками, предназначены для занятий гимнастикой и прыжками на батуте. Я за спортивный комплекс, потому что он будет ориентирован на наших детей. Дети – это наше будущее, и от того, каким оно будет, зависит только от них. Они должны играть в хорошие игрушки, тренироваться, заниматься спортом в тех местах, которые предназначены для этого. Что же касается строительства концертного зала, то участок подстроительства определен на пересечении улиц Волочаевская и Букетово, недалеко от жилого комплекса «Панельцентр». Новому зданию на Юго-Востоке отведут около трех гектаров. Строительство начнется не раньше 2018 года. Как будет выглядеть концертный зал на 1250 человек, пока неизвестно. Власти решили, что нужно провести конкурс на лучший проект. Откуда возьмутся деньги на строительство концертного зала, что по предварительным данным составляет 2 миллиарда тенгет, тоже не решено. По словам Ерлана Кушанова, есть три пути. Средства частного застройщика, местный бюджет и республиканская казна. У нас начинается большое грандиозное строительство, разработанное уже в проектной смертной документации. Основной акцент, как градообразующий центр, мы идем на новый центр Юго-Восточного планировочного района, где мы предложили для рассмотрения депутатам Маслехата и общественному совету вот это место. Депутаты Маслехата и общественники проявили конструктивный диалог. На встрече были определены задачи, по которым будет проведена работа общественности с исполнительной властью. Фаризал Баева, Жасан Маклбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ремонтные работы на Тимиртаусской станции ТЭЦ-2 идут с нарушением графика. Об этом было сказано на аппаратном совещании в областном Акимате. В решение проблемы вмешался Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов. Последние два года станция ТЭЦ-2 находится в неудовлетворительном состоянии. Периодически выходят из строя котлы. 31 мая должен быть закончен ремонт второго котла. Котел номер 5 будет отремонтирован к концу августа. После чего на станции запланирован ремонт котла номер 6. Об этом Акиму Карагандинской области доложил глава Тимиртау Галым Ашимов. Заместитель Акима области Анатолий Шкарупа добавил, что по второму котлу уже идет отставание от графика. А по шестому есть опасение, что ремонт завершится к 22 ноября. По вашим поручениям, Ирлан Жаканович, за прошедшее время организованный ряд рабочих поездок. Это город Тимиртау. На ТЭЦ-2 выезжали, ознакомились с ходом ремонтных работ. Там ставились вопросы ускорения темпов и перенос сроков начала капитального ремонта котла номер 5. Несмотря на возникающие трудности, глава области Ирлан Кушанов поручил обеспечить жителей Тимиртау качественным теплоснабжением к началу отопительного сезона. Еще одним немаловажным вопросом стал вынос котельных из многоэтажных жилых домов. Напомним, что после новогодней трагедии в поселке Шахан областные власти приняли решение о выносе всех автономных систем отопления из многоэтажных домов. До начала отопительного сезона будут решены вопросы по выносу 5 АСО. Это в городах Сарань, 3 АСО, Тимиртау, 1 АСО и Актурайский район, 1 АСО. По поселку Шахан Акиматом Шахтинска разработан график выноса 14 АСО. На сегодня 2 АСО вынесено, работы ведутся согласно графику. На ремонтную кампанию в нынешнем году из всех источников предусмотрены средства в сумме более 46 миллиардов тенге. Это на 2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Эти деньги идут на ремонт и модернизацию теплостанций, ремонт тепловых и электрических сетей, подготовку к отоплению жилых домов и объектов соцкульбыта. На станциях наблюдается незначительное отставание от графика по объему ремонтных работ в среднем на 8%. В связи с чем, прошу вас, Ерлан Жаканович, поручить Акимам городов и районов, а также руководителям энергопроизводящих станций, обеспечить выполнение запланированных объемов ремонтных работ на станциях в соответствии с графиком. Глава региона Ерлан Кушанов напомнил Акимам городов и районов о персональной ответственности за качественную подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона. В областной администрации также отметили, что мониторинг подготовки к отопительному сезону проводится еженедельно. Андрей Тайнулжас, Габбасов Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В 2017 году в Караганде начнется благоустройство территории перед торгово-развлекательным центром Сетимол. Реконструкция будет проводиться в рамках государственной программы Туланжер. Также в рамках программы владелец ресторанного комплекса Ахсарай представил местным властям безвозмездную аренду помещения для дворца бракосочетания. В скором времени на территории перед Сетимолом расширят парковку, сделают фонтаны, скалодромы и удобную площадку для отдыха горожан. Автором проекта является израильский ландшафтный дизайнер Роман Шнайдермен и столичный компания «Астана Инжпроект». Архитектор отмечает, что сегодня территория торгового центра не слушает ни магазину, ни городу. После реконструкции карагандинцам будет приятно проводить свое время в этом месте. В рамках данного проекта они реконструируют всю прилегающую территорию, более двух гектар. Делаются более удобными въезды-выезды. И в центральной части, перед главным фасадом Сетимола, организуется большая зеленая зона с зелеными насаждениями, детскими площадками для разных возрастов. Делается более удобная и организованная стоянка для такси. Благоустройство территории завершится ко дню шахтеров. Она обойдется инвестору в 150 миллионов тенге. Стоит отметить, что после таких работ администрация торгового дома планирует сделать платную увеличенную парковку. Бесплатно можно будет пользоваться только первые два часа. И согласно посланию Туганжер, согласно, наверное, обязанности каждого казахстанца, в связи с тем, что какая красивая столица у нас сегодня, это задача каждого около дома, около своего дома, во дворе, по возможности хоть немножко навести порядок. Далее обездная группа направилась на презентацию ресторанного комплекса «Ахсарай», который предоставил местным властям безвозмездную аренду помещения для дворца бракозачитания. Уже снаружи можно оценить масштабы здания. Такого комплекса в Караганде еще не было, а дворца бракозачитания тем более. Как специалист, как человек, и, естественно, желание мое построить в Караганде, это было не спонтанное такое желание, не просто так выбор хорошего места, а было желание как-то отблагодарить, может быть, жителей Караганды, регион этот, этот славный регион, очень славный регион, родина. Все вышеуказанные проекты стали возможными в рамках программы президента Туванжер. В регионе предприниматели уже готовы воплотить социальные проекты более чем на один миллиард тенге. Владельцы Ситимола первые, кто приступил к работе. Также глава области дал поручение Акиму Караганды провести беседы со всеми владельцами торговых комплексов, чтобы и они взялись за благоустройство своих территорий. Фариза Албаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском футбольном клубе «Шахтер» в разгар сезона практически все руководство клуба отправлено в отставку. Согласно официальной информации, контракты были расторгнуты в связи с неудовлетворительными результатами. «Если не справляетесь, скажите, не могу, отходите. Зачем вместо занимать, если не пабличу это? И вам я советую это, главному тренеру. Найдем способ, как заменить, если нужно будет. Через месяц встречаемся. Договорились? Через месяц. Или вы дома пойдете, или будете работать дальше». Месяц прошел, но результаты неутешительны. Футбольный клуб «Шахтер» не смог подняться даже на одну строчку турнирной таблицы. В апреле руководство клуба встречалось с Акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым, который подверг жесткой критике работу футбольного клуба. В частности, деятельность исполнительного директора Оскара Абельдаева. «Оскар, вы карагандинец? Да? Да. Здесь вы, Алексей. Ну, Алексей Борисович с ним разорвем контракт, он уедет. Вы-то остаетесь здесь? Как людям в глаза будете смотреть? Вы же проедаете его деньги, огромные зарплаты у вас. Потом еще надо посмотреть, каких игроков вы набрали. Кто за это отвечает?» В итоге ответить пришлось исполнительному директору «Шахтера», спортивному директору клуба Игорю Солошенко и главному тренеру Алексею Еременко. Согласно официальной информации, трудовые отношения с ними были прекращены, исходя из текущего неудовлетворительного выступления команды в чемпионате. Карагандинский «Шахтер» после 14 туров занимает последнее место в премьер-лиге. Российский специалист Алексей Еременко возглавил «Шахтер» в августе прошлого года и спас горняков от вылета из премьер-лиги. Оскар Абельдаев руководителем «Шахтера» был назначен в феврале прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Финонченко. Кроме того, по предварительной информации, должность спортивного директора может занять Мурат Лешев, 37-летний воспитанник жамбылского футбола. А должность исполнительного директора прочат Алжасу Абраеву, арбитру международной категории, бывшему руководителю профессиональной футбольной лиги Казахстана. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Более 4 миллионов тенге за комплект. Именно столько городской Акимат потратил на подарки для учебных заведений. 16 школам города посчастливилось стать обладателями робототехники. Преподаватели считают, что это отличный способ для развития интереса у школьников к таким предметам, как физика и информатика. Максим Хомедулин давно начал проявлять интерес к роботам. Школьник раньше ездил в город, в кружок робототехники. А теперь есть возможность пощичать кружок в родной школе. Сегодня к нам привезли много комплектов роботов. Там есть робот, который имеет все, мышка и 3D-принтер. Все мы хотим узнать, как он печатает. Мне нравится робототехника. Ученики 9-й гимназии – одни из тех счастливчиков, кому подарили комплект для занятия робототехникой. Преподаватели и ученики рады такому подарку. Теперь у детей проявится больше интереса к таким предметам, как физика, химия и информатика. Об этом заявила заместитель директора по информатизации Елена Ильина. Также она отметила, что теперь есть возможность участвовать в соревнованиях по робототехнике, которые ежегодно проходят в Караганде. Очень замечательно, что в школы города Караганды поставили наборы. Причем наборы просто отличные. Там есть и базовые конструкторы лего, которые позволяют конструировать роботов. Есть конструкторы, которые позволяют делать эксперименты. То есть это физика, химия. Там очень большое количество датчиков. То есть ребенок может сам конструировать, что ему делать для проведения эксперимента. И есть робот, который повторяет движение человека. Ну и, конечно, 3D-принтер, которому мы все очень ждали. Помимо робототехники, в школе также подарили 3D-принтер и роботы, которые повторяют движение человека. Такие познавательные и интересные подарки городскому акимату обошлось почти в 4 миллиона тенге. Анна Шелкарбек, Ажара Гибаева, Жизлан Макубеков, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. 60 миллионов тенге. Такой заим получил карагандинский предприниматель от государства для развития собственного бизнеса. В результате в два раза выросла производительность продукции, увеличился ассортимент, созданы новые рабочие места. Единственная в городе фабрика по производству ламинированной древесно-стружечной плиты сегодня вполне импортозамещаема и конкурентоспособна, считают производители. Древесно-стружные плиты, привезенные из соседних стран, проходят тщательный отбор и с помощью недавно приобретенного специального горячего пресса начинается процесс ламинирования. То есть на поверхность плиты наносится стойкая меламиновая пленка. Таким образом, обычное ДСП улучшается эстетично и не требует дополнительной обработки. Готовые плиты являются сырьем для мебельных фабрик и цехов для ряда регионов Казахстана. Сегодня фабрика, созданная в 2011 году, производит около 60 видов ЛДСП и обеспечивает работой более 30 карагандинцев. Все это стало реальным благодаря займу, полученного в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Пресс его жарит, то есть ламинирует его. И все, и дальше уже после пресса лист выходит готовый, там уже идет своя обрезка, все автоматически. То есть люди смотрят только за качеством листа. Но у меня кухня вот из этого материала, качество достаточно хорошая ДСП. Я не жалуюсь. Я сам вот слежу, произвожу, и у меня у самого, ну из этого же нашего материала стоит и кухня, и спальный гарнитур. Вот из нашего же ДСП. Производить сырье для мебельной промышленности выгоднее, чем готовую продукцию. Так считает карагандинский предприниматель. ЛДСП по ряду параметров уступает древесине, но легкость в обработке и дешевизна – его основные преимущества. Данный материал с каждым годом пользуется все большим спросом. На данный момент ламинированное ДСП представляет собой весьма популярный материал, который активно применяется не только для изготовления мебели, но и в отделке внутренних помещений. Потому что мера, вот эта господдержка, она существенно влияет на наше производство, облегчает кредитную нагрузку, вот, и благодаря этому мы можем строить дальнейшие планы по расширению перечня продукции, по увеличению заработных плат, вот, и, ну, по расширению производства в целом. Благодаря государственным программам по поддержке предпринимательства, отечественное производство во многих отраслях стало импортозамещаемым. К примеру, карагандинские ламинированные плиты поставляются казахстанскому заказчику не только быстрее, чем из той же России, но и с определенными скидками. Но и то, что товар сделан в Казахстане, является еще одним его преимуществом. Айнур Нурмангалиева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Ежегодно в Карагандинской области рождаются около 250 детей с различными видами пороков сердца. В год проводится 120 операций, из них экстренные составляют 20%. Самая ответственная и сложная профессия – спасать жизни. Даниар Абдрахманов с 2002 года работает детским кардиохирургом. Даниар Абдрахманов дарит детям вторую жизнь. В Карагандинском центре кардиохирургии доктор работает 15 лет. На решение стать врачом повлиял старший брат, ныне кандидат медицинских наук. Детский кардиохирург до сих пор помнит свою первую операцию. Первая операция была на выезде. Это город Шахтинск. Молодой парень. У него скопилась жидкость в перикардиальной полости, сдавливала сердце. Ему было очень плохо. Была очень критическая ситуация. Но еще раз хочу сказать о мастерстве и умении врачей города Шахтинска. На тот момент они сделали все, чтобы облегчить и улучшить состояние пациента. Потом, приехав туда по санавиации, мы провели операцию. Рабочий день начинается в 8 часов утра с обхода больных, затем прием пациентов. День принимает до 5 человек. Даниил Артемирович принимает пациентов от рождения и до 15 лет. Кардиохирург признался, хоть опыт с годами накопился, страх перед каждой операцией всегда есть. Всегда, даже сейчас, идя на операцию, мы испытываем определенный трепет, страх, беспокойство. Во время операции в операционной находятся около 8 человек. Даниил Артемирович признался, что самое сложное – это беседа с родителями своих маленьких пациентов. «Каждый раз несешь ответственность за жизнь своего пациента», – заявил кардиохирург. Даниил Артемирович посетил мастер-классы по детской кардиохирургии в России, Польше и Израиле. В данное время работает в Карагандинском областном центре кардиохирургии. Фариза Улбаева, Жар Агибаева, Жасан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. 18-й раз подряд в Караганде состоялся областной слет юных инспекторов движения. В этот раз в слете приняли участие 16 отрядов. В общей сложности это 160 школьников. Нынешнее мероприятие прошло в честь двух юбилеев – 25-летия государственных символов и 25-летия казахстанской полиции. Юные инспектора движения на сегодняшний день – это мощное общественное движение, охватывающее десятки тысяч детей и подростков. По мнению организаторов областного слета, движение ЮИД стало всенародной школой воспитания законопослушных и грамотных участников дорожного движения. Основной базой формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге. ЮИДовское движение существует уже более 30 лет. В строю представители практически всех городов и районов Карагандинской области. Это те, кто стал победителями региональных конкурсов. Главная цель и задача нашего слета – это профилактика дорожно-транспортного травматизма детей перед началом летних каникул. Это самая основная цель. Основные задачи юных инспекторов движения – это пропаганда правил дорожного движения среди детей и подростков. И в первую очередь они – помощники полицейских в профилактике безопасного поведения детей на дороге, заявляют стражи порядка. Стоит также отметить, что именно карагандинские полицейские стали инициаторами возрождения ЮИДовского движения 18 лет назад. Более 18 лет назад впервые в Карагандинской области был проведен первый слет юных инспекторов дорожного движения. Спустя 18 лет, как вы видите, это движение зародилось во всей республике. Программа соревнований включала различные испытания. Участники демонстрировали свои знания правил дорожного движения и умение правильно ориентироваться на дороге, фигурное вождение велосипеда и умение регулировать и объяснять жесты регулировщика, а также оказание первой медицинской помощи. Победители областных соревнований примут участие в республиканском слете юных инспекторов движения, который состоится в июле в Искаменогорске. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 1 июня министр энергетики Канад Бузумбаев проведет отчетную встречу перед населением с обеспечением видеоконференцсвязи в регионах. На встрече министр подробно расскажет о деятельности министерства и даст ответы на вопросы. Отчетная встреча состоится 1 июня в 11 часов по адресу Астана, проспект Кунаева, 4, здание Казмедиа Урталга. Вопросы можно задавать по телефону, направлять на электронные адреса, которые вы видите на экране. Кроме того, проблемные вопросы можно обсудить на форуме отчетной встречи. Форум работает на сайте министерства энергетики. В завершении выпуска еще об одном. В предстоящую субботу в Караганде будут перекрыты автомобильные дороги. 3 июня с 8 до 13 часов будет проведен полумарафон Армангажол. По этой причине будет перекрыт участок автодороги по проспекту Республики. От улицы Муканово до улицы Бауржана-Мумышулы, бывшей взлетной полосы. Движение транспорта будет осуществляться по улицам Татимбета и Муканово, а также по седьмой магистрали. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»